Всем привет! Друзья, сегодня я приготовлю простое приготовление. Нежный, сочный и невероятно вкусный пирог из лаваша с фаршем. Такой пирог обязательно понравится всей вашей семье. Напишите мне в комментариях, что вы думали о таком рецепте и не забываем ставить лайки. Давайте начнем готовить. Для начала приготовлю начинку для пирога. Лучок мелко нарезаю и его нужно слегка обжарить на растительном масле. Пока лук обжаривается, морковку натираю на крупной терке. Лук у меня слегка подрумянился. Добавляю к нему морковку и все буду обжаривать до того момента, пока морковка станет мягкой. К обжаренным овощам я добавляю фарш. У меня свинина с курицей и все буду обжаривать до момента приготовления фарша. Фарш у меня уже посветлел, он уже готов. В начинку я добавляю томатную пасту. Если добавила томатную пасту, добавлю немножко сахара, посолю, то есть добавлю терный молотый перец. Все хорошо посолю, перемешаю, прожарю еще пару минут и снимаю с огня. Начинка у меня немного остыла. Буду формировать пирог. Для пирога понадобится обычный тонкий лаваш. У меня вот такие вот большие листы овальной формы. Один лист я оставила таким, как он был. Он у меня большой. А остальные листы я нарезала на кусочки по размеру формы. Пирог я буду готовить в цельной прямоугольной форме. Размеры формы я укажу в описании под этим видео. Форму я хорошенько смазала растительным маслом. Теперь смотрите, беру вот этот вот целый большой лаваш и вот так вот его укладываю в форму. Нужно, чтобы вот эти вот края лаваша по бокам вот свисали. Лаваш немного смазываю сметаной. Так как я использую тонкие нежные лаваши, на дно я вот так вот положу еще один кусочек лаваша. И его также смажу сметаной. На лаваш выкладываю часть начинки. Беру следующий кусочек лаваша. Как видите, вот я их приблизительно обрезала по форме. Лишнее можно вот так вот ножничками обрезать. И теперь смотрите, друзья, таким вот образом я соберу весь пирог. Лаваш, лаваш немножко смазываю сметаной и выкладываю начинку. Музыка Музыка Я выложила всю начинку. Теперь, друзья, смотрите, вот эти вот края, которые свисают, я вот так вот их поднимаю. И этим лавашом я закрываю начинку. Если вот осталось немножко незакрытой начинки, ее можно закрыть обрезками из лаваша, которые остались. Вот так вот закрываю и все закрыто. Нужно немножко вот так вот все утрамбовать, хорошенько вот так вот приплюснуть. И сверху лаваш смазываю сметаной. Пирог я полностью сформировала. Отправляю его в разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут. Пирог я достала из духовки. Сверху его обильно посыпаю натертым на мелкой терке сыром. И снова отправляю в духовку на 10 минут. Пирог из лаваша с фаршем готов. Вот такой получился красивый, румяный и очень аппетитный красавчик. Сейчас я кусочек отрежу и покажу вам, какой пирог получился в разрезе. Друзья, вы только посмотрите, как вот замечательно пирог выглядит в разрезе. Он очень мягкий, нежный, хорошо держит форму, не разваливается. Сверху такая вот хрустящая сырная корочка. Вот такой замечательный пирог. Он вкусный как в горячем, так и в холодном виде. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления пирога и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем желаю приятного аппетита, всем пока и до новых встреч!